Ребята, всем привет! В общем, очень классно мы провели этот день. Очень много позитивных эмоций. И я первый раз сегодня купалась в Буркини. Очень интересный опыт. Я думаю, что я сниму отдельное видео об этом. Обязательно посмотрите это видео до конца. Внутри этого видео я расскажу вам очень много полезной информации. В этом видео очень хочу показать вам, как выглядит мое Буркини. Буркини это новое. Я в нем купалась буквально один раз. А так оно очень долгое время лежало, ждало меня, пока я приеду из Тунисо, чтобы я покупалась бы в нем. Вот так вот оно выглядит. Достаточно удлиненное, поэтому немножко неудобно вам показывать. Буркини состоит из такого вот капюшона. Удлиненное вот такое туники. Здесь вот идет подклад. Сейчас я вам покажу, как это выглядит из изнанки. Длинные рукава. И при этом есть обязательно, конечно же, такие вот штанишки. Буркини это мусульманский купальник, который придумала одна женщина. У меня есть видео очень подробное о теме про Буркини. И также есть разные любые фасоны Буркини любой цветовой гаммы. Вот как-то вот так вот это все выглядит. Это обычный трикотаж. Полиэстер идет. Вот обработка идет обычная, тоже трикотажная. Вверх штанишек идет на резиночки, а низ штанишек идет обычный, просто двойная вот строчка трикотажная. Ну, в общем, как-то так. Сейчас покажу, как это все выглядит из изнанки. Итак, вот так вот это все выглядит изнутри. Сейчас покажу немножко поближе вам. Смотрите, отдельно сшита вот такая вот длинная туничка. Ну, обычная кофта, да. И к ней в виде каркетки пришита вот такая вот ткань. Она идет двойная. Вот она идет двойная. Раз вот ткань, и вот второй слой. И вот такие вот это чашечки, да, девочки. Смотрите, между ними здесь есть строчка. И что мне не понравилось? Ну, просто катастрофично не понравилось. Вот смотрите, чашечка, да, она может ехать, куда она хочет. Но вы представьте, что вы в воде, да, все это будет приподниматься. И вот эта вот часть лифчика, да, можно так сказать, который должен держать вашу грудь, он просто нереально ерзает по вашему телу. Это настолько неудобно, что у меня просто нету моего возмущения по этому поводу. Потому что, когда я купалась, она чуть ли не до шеи вот эти чашечки ко мне поднимались. Вы прикиньте, вы в бассейне, и вот эти вот горбы возле вашей шеи. Но это вообще так некрасиво. Поэтому для всех женщин, у кого есть вот такой вот буркини, который планирует купаться этим летом, я советую вот эту чашечку, вы встаньте возле зеркала, да, померьте на себе это буркини. Сделайте себе где-то отметку, например, от сих до сих, что вам удобно, что эта чашечка подходит к вашей груди, да. И так как не касаясь основной ткани вот этой, так как вот у нас идет с вами вот внутри тут подкладка, я как вам сказала, что она из двух тканей, то я вам советую вручную здесь все это прошить. Вот прям вот так вот брать иголку с ниткой, придерживать и вручную вот это все прошить. Поэтому, когда мы с вами прошьем, оно будет стоять все устойчиво, вам будет комфортно, вам это все будет фиксировать. Вот это просто, я не знаю, как сказать вам, необходимая такая вот деталь при плавании, когда женщине просто максимально должно быть удобно в буркини, да. Но почему-то вот это не учтено, мне, честно, для меня это огромный минус. Ладно, пока мы находимся в верхней части этой тунички, я сразу скажу про следующий минус. Смотрите, идет вот такой вот капюшон. Капюшон идет достаточно эластичный, как бы достаточно удобный, да. Ну, девочки, ну давайте честно скажем, у кого длинные волосы, например, у меня длинные и густые волосы, да. Давайте посмотрим на форму вот этого вот капюшона. Где еще часть лица, вот куда вот эта вот часть съехала? Это раз. Во-вторых, посмотрите, какая вот идет здесь стоечка между шеей и вот этим вот капюшоном. Ну, неужели у нас такая короткая шея, что вот это вот все как скафандром легает, и при этом, ну, натягивает, оно все тянет друг на друга. Ну, неужели нельзя было это как-то чуть-чуть повыше сделать? Вот здесь, например, чуть-чуть повыше с передней части лица. Ну, честно говоря, для меня это тоже огромный просто минус. Ну, и вот посмотрите, вот честно, это на пятилетнего ребенка, вот эта вот голова, ну, для меня, честно, это просто нереально. Мне вот хочется вот еще примерно, знаете, 5-7 сантиметров спереди, чтобы он закрывал мой лоб. И вот здесь вот ростовица вот этого вот шейного отдела, да, вот горловины, чтобы был вот этот росток был повыше, и стойка была чуть повыше. И вот вот эта часть на мое лицо. Очень мне не понравился этот капюшон. Честно, очень нефункционально. Конечно, это очень удобно для девочек, кто как бы ходит покрытый постоянно, да, но так как я, ну, не соблюдаю, как бы, основные законы на ислама, как бы, я придерживаюсь, но я не прям такая фанатка девочки, да, поэтому я просто завязала себе косынку, а это я отпустила. И так я купалась в аквапарке, а вообще я даже, ну, могу снять, как бы, платок без проблем, волосы наверх подниму, и мне нормально. А так вот, кто, девочки, ходят в хиджабе, постоянные, кто делает намаз, то, конечно, для них вот этот капюшон немножко нефункциональный. Ну, вот это вот, что бы я хотела бы сказать из минусов. Вот, ну, мне понравились вот такие вот завязочки. Ну, тоже, вот знаете, вот такие вот завязочки. С одной стороны, вот, с другой стороны. Ну, и, честно говоря, как бы эта идея мне понравилась, ну, как будто бы она, знаете, не прям на талии находится. Ну, вот, смотрите, даже по ткани видно, что вот это вот идет талия, а вот здесь уже бедра пошли. Ну, неужели мы на бедра будем завязывать вот эти вот, как сказать, веревочки, да? Ну, окей, может быть, кто-то бы это и завязал бы, чтобы туничка не поднималась вверх. В принципе, идея мне это очень нравится, но для меня она тоже нефункциональна, так как у меня вот здесь есть выступ на животе. И когда я завязываю вот эти вот веревочки, у меня очень некрасиво показывается, ну, мой дефект моего тела, да? Поэтому, честно говоря, я бы вот эти веревочки перенесла бы на талию, ну, для фиксации самой тунички, чтобы при плавании она не поднималась вверх. Ну, и все, как бы так. Вот это вот идет у нас, что? Трикотаж на обычный, вот, эластичный, на ткани, вот, все здесь прошито. Это коверлок, наверное, или четырехниточный оверлок специальный. Ну, в принципе, с этим у меня проблем нету. Но вот для меня проблема это была в грудь и капюшон, ну, и вот веревочки, то, что они на том месте. Ну, и все, штанишки, они обычные идут. Здесь, как бы, о них говорить не стоит. Понравился ли мне буркини, то, конечно, я скажу, что да, мне понравился буркини. Мне понравилось в нем купаться. Мне понравилось то, что тело мое закрыто. То, что никто на меня не смотрит. Мне понравилось то, что дефекты моего тела скрыты. Ну, и, конечно же, при жаркой погоде, под солнцем, это будет очень эффективно. Что, во-первых, я не буду использовать солнцезащитный крем. При этом на солнце я не сгорю. Для меня это очень понравилось. Ну, и, в-третьих, если вы купаетесь в море, то вас не укусит медузы. Не ужали, да. Поэтому это очень, как бы, хороший плюс этого буркини. Ну, и, конечно, для девочек, кто читает на массе, кто хочет плавать, то это будет просто, как сказать, все проблемы решаться с этим купальником для них. Они могут это себе позволить в любом озере, в любом водоеме. Там речка, будь озеро, пусть бассейн. Есть специальные халяльные дни, когда девочки могут ходить в бассейне и использовать вот такие вот буркини. Но, единственное, девочки, честно, я вам советую, учтите вот эти минусы, которые я вам сказала. Это не просто слова. Это реальный дефект. Девочки, стоит ли покупать буркини или нет, то однозначно да. Да, цена идет от 10 тысяч в тенге и выше, примерно до 30 тысяч в тенге. Ну, и думаю, что в районе вот от 30 до 100 долларов вы можете найти просто нереально красивый буркини для себя и максимально комфортный. Ну, конечно, вот смотрите в изнанку, что находится под изнанкой, насколько это будет комфортно там сшито для вас, особенно для женщин в форме. То это, честно, будет катастрофа, вот эти вот чашечки. Ну, в общем, как-то так. Спасибо вам большое всем за внимание. Если вам интересно посмотреть, как я отдыхала у нас в аквапарке, в бассейне, в Майами и Хавайи, то обязательно проходите ко мне по ссылке. Внизу я оставлю вам в описании или в комментарии, прикреплю где-нибудь. И смотрите, как я отдыхала со своей семьей и насколько мне понравилось в нем купаться. Всем желаю вам хорошего лета, хорошего настроения и всем пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует...